В конце третьего сезона вы увидели программу о Грузии. Эта гостеприимная страна настолько впечатлила нашу съемочную группу, что материалы они привезли на целых две программы. Понятно, что некоторые сюжеты просто не вместились. Но сейчас вы все увидите. В Грузии Антон пытался извлечь из своей золотой карты максимальную выгоду. И раз в год, ну, не знаю, 30 литров вина мне будете присылать. Бизнес! Маша тоже не скучала, особенно в винном магазине. Вишня, вишня, зимняя вишня. И после этой, так сказать, дегустации, хмельная Маша решила чем-то закусить. В Грузии с закуской нет никаких проблем. Лаваш, хачапури, цыпленок табака, харчо. В общем, сейчас Маша вам все это сама расскажет. Я пришла в место, где можно попробовать самую вкусную грузинскую еду. Итак, что тут нужно обязательно попробовать? Запоминайте, именно в таком порядке. Первое. Покупаем аджарский хачапури. Который делается с сыром сулугуни и подается с выбитым сверху яйцом. Правильные аджарские хачапури обязательно должны быть румяные и с хрустящим бортиком. Объедение! Запивать этот хачапури нужно вот этими, я не знаю даже, как назвать это, лимонад, не лимонад. Называется это воды лагидзе. Именно грузин лагидзе нужно благодарить за сладкую воду. Говорят, что он первым в мире придумал разные сиропы. Напитки лагидзе популярны благодаря 100% натуральному составу. И никто в мире не может воспроизвести этот вкус. Потому что технология. Секретик. Значит, тут вкус есть шоколад, ваниль, дюшес. Возьму попробовать. И на десерт знаменитые пончики с заварным кремом. И чтобы насладиться грузинской едой по полной программе, можно выйти на крыльцо заведения, дабы есть и умиляться красотой города. Сейчас я вас научу, как правильно есть аджарские хачапури. Нужно все, что вот внутри, начать смешивать. И потом есть все сразу. Мне все равно, поправлюсь я или не поправлюсь. Это так вкусно. Это, наверное, одна из самых вкусных вещей, которые я когда-либо ела в жизни. Друзья, не одна я так делаю. Обратите внимание, ребята тоже взяли пончики. А скажите, почему эти пончики, они такие легендарные? Вы уже пробовали? По-моему, вопросов не должно. Все, не отвечайте. Я все поняла. Они легендарны вкусные просто. Короче, вы поняли, да? Тут можно и с парнями познакомиться, если что. Но я жду делом. Собственно, я это... Пойду пообщаюсь. А у вас весь лишний пончик. В общем, теперь вам стало понятно, почему этот сюжет не вошел в программу. Потому что тема пончиков не была раскрыта. Нет, нет, пончики очень вкусные. Особенно, если есть их в хорошей компании. Спасибо. Помните, как в Грузии Антон пытался стать джигитом? Он купил себе джигитский наряд и реплику кинжала. Но за кадром остался мастер-класс, в котором Антон все-таки превратился в настоящего джигита. Я взбираюсь на гору Тацминда, на которой, можно сказать, каждый сантиметр истоктан джигитами. Именно в этой крепости они защищали свою территорию, проявляли свое мужество и отвагу. Именно здесь я, Антон Лавреницы, перевоплощусь в настоящего джигита. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, если бы у меня не была назначена встреча, то эта прогулка плохо бы закончилась. Ну, по крайней мере, вы так грозно выглядите. Знакомьтесь. Ну, Крем Чедлишвили. Президент Академии Хридоли, многократный чемпион Грузии под дзюдо и самбо. Самый известный мастер по владению кинжалом. А это Арчил Капанадзе и Гига Гелашвили, его ученики. Настоящие джигиты. Ну, все, я похож на джигита? Не совсем. У джигита должен видеть характер. Ага. Стойка. Ага. Он должен идти гордо. Ты пока не стоишь гордо. Фига себе, прокололся вообще. Все, одел, по гордости забыл. Так, а вот что, когда я кинжал купил вообще, хороший кинжал? Кинжал хороший, но только кинжал не хватает, надо уметь владеть кинжалом. Это да. Лучше, чтобы ты кинжал положил на место. Учебу лучше тренировочными мячами кинжала, потому что это опасно. Итак, поехали. Мальчики запоминаем, девочки восхищаемся. Кинжал можно держать и так, можно держать и так, потому что кинжал используется в ближнем бою. Чтобы свободно держать, мы должны заниматься, крутить в разную сторону. И свободно это крутить. Ну, Кри говорит, что это для разогрева и обманных маневров. Одним словом, азы кинжаловедения. А сейчас перейдем к стандартным движениям. Давай удар сверху. Когда идет удар сверху, и вы должны вот так. Настоящие джигиты это делают вот так. Ну, а у меня пока получается вот так. Раз, два, три, четыре. Нет. Джигиты мне еще махать и махать. Давай снова. Раз. А это не так просто, как выглядит на экране. Пять. Ну, а теперь повыше левел. Сразу два кинжала. Вы видели, какая скорость? Офигеть. Делаем 10 ударов. Начинаем с того. У меня так быстро не получается. Сейчас надо делать разные технические движения, как надо обороняться и как наносить удар. Это будет и колющий удар, и рубящий удар. То есть один пытается уколоть, а другой отражает его атаку и рубит с плеча. Когда кто-нибудь делает колющий удар, у тебя нет гарантии, что ты успеешь? Что я успею? Внимание. Друзья, очень важный момент. Когда вы отрабатываете удар или в какой-то жизненной ситуации, нет гарантии, что вы действительно сможете отразить удар. Возможно, противник будет быстрее. Поэтому первое правило. Вначале вы убираете свой корпус с линии атаки, а потом уже выполняете все остальное. А теперь я попытаюсь напасть. Уход. Удар в шею. Страховкой мечом. Удар. Страховкой мечом. Удар. А потом включается ловкость рук. И идешь уже. Вообще, искусство владения кинжалом учат с 5 до 12 лет. Настоящими джигитами воспитывают с детства. У меня было всего 2 часа. Но я, по крайней мере, попробовал. И кое-что все-таки сумел. Стал похож на джигит? По чуть-чуть. Даже больше, даже больше. Потому что у каждого мужчины это у крови. Не имеет смысла, который он будет грузином, или украинцем, или русским. Не имеет это значение. И знаете, что я понял? Кинжал для джигита не самое главное. Главное, что у него внутри. Как правило, такие крутые мастер-классы по боевым искусствам стоят от 100 долларов. Но в Грузии меня очень удивили. Нукри отказался даже слышать о деньгах. Сколько это стоит? Я немножко обидел сейчас, когда вы это сказали. Ни в коем случае не хотел. Ну, это оскорбление для грузина. Но благодарность-то никто не отменял. Бог будет благодарен, когда мы будем себя вести честно. Но теперь-то я знаю, что звание джигита невозможно купить. Его нужно заслужить честью, отвагой и любовью к своей родной земле.